Вы смотрите аналитическую программу PostScriptum в студии Алексей Пушков. Перейдем к нашим внутренним делам и начнем с нашумевшего дела Ивана Голунова. Скандал с его арестом вспыхнул в конце прошлой недели, но уже к середине этой от него мало что осталось, поскольку во вторник вечером дело в отношении Голунова было прекращено за недоказанностью обвинений. Действительно, все доказательства, представленные следствием, вызывали вполне оправданные вопросы, а то и откровенное недоумение. В итоге глава МВД Колокольцев объявил о прекращении дела, а еще через пару дней Владимир Путин подписал указ об отставке двух генералов МВД, под руководством которых прошло задержание Голунова. Реакция на его арест стала тем случаем, когда в полной мере проявило себя сформировавшееся у нас гражданское общество. Проведение объективного и непредвзятого расследования потребовали люди разных убеждений, журналистское сообщество, депутаты и сенаторы. Теперь важно, чтобы было доведено до конца служебное расследование в МВД, и выявлены и наказаны виновники этого скандала. Хотелось бы также, чтобы средства массовой информации, которые выступили единым фронтом в защиту Ивана Голунова, проявили такую же сплоченность и активность в защите других журналистов, находящихся в заключении по необоснованным обвинениям. И прежде всего Кирилла Вышинского, который вот уже год находится в тюрьме на Украине. Согласимся, принципиальность не должна быть выборочной, а права наших журналистов нам следует защищать и за пределами нашей страны. А теперь о борьбе с коррупцией. На этой неделе завершились два громких судебных процесса над полковником Захарченко и экс-губернатором Гайзером. О результатах и уроках этих процессов в материале Александра Петрова. Уставший и осунувшийся, словно после бессонной ночи, Дмитрий Захарченко был доставлен в Пресненский суд в понедельник. Он выглядел явно подавленным и не шутил, как раньше. Впрочем, в зале заседания начал вести себя вызывающе, грубил журналистам и гособвинителю. Прокурора снимите, что вы меня снимаете. Она, смотрите, ждет, когда вы уже как в который раз подходите, и никто внимания не уделяет. Его пыло охладила судья, которая оглашала приговор больше трех часов. Уже с помрачневшим лицом бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД узнал, что его ждет 13 лет колонии строгого режима, штраф 117 миллионов рублей, а также лишение званий и госнаград. Однако в Совете Федерации остались недовольны наказанием, считая его слишком мягким. Это очень мягкий приговор. Но, извините, когда целая квартира заварена деньгами, то говорят, что это, скорее всего, какой-то общак. Там 9 миллиардов с литками золотыми, и все остальное, и 20 с чем-то квартиры, и машина мест, и всего на свете. У скромного полковника я тоже полковник, вы знаете, тоже полковник. Но у меня почему-то этого нет ничего, и не может быть. Если это мы судили крупного коррупционера, а к этому есть объективные подозрения в виде 9 миллиардов наличности, которые нашли, то это, конечно, очень мало. Эта ситуация с полковником Захарченко нанесла колоссальный удар по стране и по всему нашему обществу. Наличные, найденные у золотого полковника, как его прозвали, следователи считали несколько дней. 8,5 миллиардов – это полторы тонны купюр в рублях, евро и долларах, что сопоставимо с годовым бюджетом областного центра. У Захарченко был обнаружен даже слиток золота. Выяснилось, что борьбой с коррупцией в МВД занимался отъявленный коррупционер. То, что кого-то посадили в связи с коррупцией, это некоторый символ того, что есть процесс, или процесс пошел, как говорилось, в старые времена. Но главная проблема не в этом. Проблема в том, откуда у полковника взялись такие безумные деньги. Происхождение средств Захарченко не объяснил, вину так и не признал. О миллиардах, найденных в его квартире, речь на процессе вообще не шла. Он был признан виновным в получении многомиллионных взяток и воспрепятствованию расследования уголовного дела. Например, в 2016 году за вознаграждение в 7 миллионов рублей полковник предупредил финансового директора Нотобанка о предстоящих обысках. А в 2015 году получил 50-процентную скидочную карту от сети рыбных ресторанов за общее покровительство. Сэкономленные благодаря этому 3,5 миллиона рублей следователи оценили как взятку. Впрочем, защита не согласна с таким решением суда. Остается абсурдная ситуация, карточка в ресторане, это история про поесть. Вот поел он на 13 лет. Аппетиты у полковника были действительно большие. Если в комедии Гоголя взятки брали борзыми щенками, то теперь, судя по делу Захарченко, морепродуктами или скидочными картами на них. Сейчас взяткой может быть еще не совсем материальная история. То есть уже привыкли настолько, особенно правоохранители, ну и не только правоохранители, а все членники, получать так называемые бонусные скидочные карты. Если доказать, что это подавлено как раз теми лицами, которые находятся в зависимости от этих чиновников, ну конечно, конечно, это взятка. Дело Захарченко стало одним из самых громких коррупционных скандалов за последнее время. Однако этим приговором оно не завершится, пообещали в Следственном комитете. Точку в деле самого Захарченко ставить рано. Продолжается расследование иных эпизодов преступлений, инкриминируемых ему, среди которых получение взятки в размере более 2 миллиардов рублей за общее покровительство по службе. Зато поставлена точка в деле бывшего главы республики Коми Вячеслава Гайзера. Да уж, точку пока еще рано ставить во всех коррупционных делах в России. Чего вы там? На ТВЦ решили, что общак Захарченко принадлежит именно бандитам. Может быть он принадлежит двум генералам ФСБ, Мамедову и Дорофееву, которые отдали приказ подкинуть наркоту в рюкзак журналисту Ивану Голунову. Уже всех достала эта система боевиков-силовиков. Здравствуйте, с вами я, Денис Кривошеев. И влез я в программу «Постскриптум» с Алексеем Пушком, которого сами патриоты о нем говорят, что его правильно сделали, что вытурнули из Государственной Думы, а конкретно из Комитета по международным отношениям. Правда, потом он стал сенатором, но то, что было потом, пусть будет потом. Сегодня в программе... Так... Значит, бедность не порог. Ленивых малоимущих... Вообще, формулировочку оцените. Ленивые малоимущие предложили лишить господдержки. Чиновники в ряде регионов не видят смысла плодить пособие тем, кто может прокормиться с помощью своего огорода и своих шесть соток. Суд арестовал 15 участников массовой драки в Чемодановке. В это село введены войска Росгвардии. И это не привлечение. И стали известны те люди, которые сбивали Боинг над Донбассом. Забегая вперед скажу, они все были из главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации. Прямая линия Путина. Главное заявление диктатора своему никчемному народу. Почему никчемному? Потому что не может выбрать более достойного человека, чем выходец из кровавой гебни. Поехали. И, значит, пока кто-то там, где-то там сражается с украинскими фашистами и лишает судьбу мира с Пекином и Вашингтоном, в самой России предложили малоимущих лишать всех пособий и государственной поддержки. Да-да, социальное государство России во всей красе. Чиновники не видят смысла платить тем, кто не может прокормиться, кто может, наоборот, кормиться с огорода. Вообще, огород, дача в России имеет сакральный смысл. Очень многим свои шесть соток в деревне позволили элементарно выжить и сейчас жить в нечеловеческих условиях, которые создали и сами эти чиновники. Чиновники не понимают одного сути. Чем богаче человек, чем больше он может себе позволить в магазине и, как следствие, богатые люди не те, кто имеет свои сады и огороды, которых можно вспахивать только в так называемый теплый период, это с мая по октябрь, а те, кто может обходиться и без шести соток. Но, увы, у нас перевернутое сознание у всех чиновников. И об этом пишет Анна Ивушкина в «Известиях». Одним из шагов к снижению уровня бедности региональные чиновники видят в смене приоритетов кто бедный, а кто нет. То есть, кому помогать надо, а кому нет. Чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморья, Липецка, Иваново, Нижнего Новгорода и Томи, считают, что необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись. Без них как раз-то и обходится большинство граждан, ибо они настолько смехотворны, что мама, не горюй, а иди лечись втридорогая, ведь у нас же в кавычках социальное государство. А на самом деле, конечно, лютое капиталистическое государство Томской области пошли дальше всех. Считают, что при определении дохода семьи стоит добавить кредиты и доходы от садоводства. То есть, если вы получаете доход от продажи фруктов и овощей, то вы уже не будете считаться бедной семьей. Ну а то, что доход от фруктов и овощей, которые вы вырастили, вы тут же тратите на транспортировку на рынок этих самых овощей и фруктов, плюс на новые семена, плюс на воду, которая нужна для орошения, которая тоже не бесплатная, то чиновникам в Томской области на это абсолютно насрать. Взял кредит и оплати. Ты ты не бедный, но а то, что берут кредит, как раз тогда, когда не могут что-то взять реальными деньгами, но очень нужно, например, огород для прокормки семьи, то чиновников на это по барабану. То есть, если вдруг многодетная семья возьмет кредит, то по новому постановлению, по путинскому недоразумению она лишается господездки, а на автоматах считается прибыльной семьей, потому что ей банк выдал кредит. А то, что эта семья может потом прогореть, и это будет, мягко говоря, не вина семьи, то это никого нахрен в России не интересует. И тут внимание черным по белому. В статье написано, что 2014 года нуждающихся в социальных выплатах, которых хотят решить социальные выплаты, отданные на откуп местным властям. И ни у кого в федеральных эшелонах власти не возникло даже мыслить, что что цитирую статью дальше. Власть ряда субъектов Российской Федерации, участвующих, как это все называют, в экспериментах правительства по снижению уровня бедности, столкнулась с нехватком средств для малоимущих. то есть, во-первых, людей в России держат в прямом смысле за лабораторных крыс, ставлено на них, как это тут сказано, эксперименты по снижению уровня бедности. Эксперименты, а, твою же мать. Вот вы себе представляете, на Западе выходит такой чиновник, ну, например, бургар-министр Бавари, и говорит людям, а сейчас мы над вами будем ставить эксперименты. Посмотрим, вы сдохнете от наших реформ, или вы не сдохнете от наших реформ. Так его же сразу же поднимут на вилы, а у нас это терпят. Можно, у нас можно проводить опыты, социальные опыты, экологические, любые опыты над простыми людьми. Путин поставил задачу сократить число малоимущих в 2024 году до 9 миллионов человек. Вот чиновники и сокращают. То есть сокращают не физическое количество малоимущих, а критерии людей, попадающие под эту самую графу малоимущих. Все в России как всегда через путинскую жопа хрень. На людях социальные эксперименты, я тут не знал, но стартовали 1 декабря 2018 года и должны закончиться 30 ноября 2019 обеспечивают региональные власти финансово и организационно. Это вот каким надо местом думать, чтобы под предлогом эксперимента сокращать пособия людям, которые заняты сам своей, вашей и моей землей. То есть на огородах и грядках. То есть если бы не они, все бы проросло сначала бульяном, а потом на эту землю пришли китайцы или цыгане. Но об этом еще поговорим. Путин сказал, надо побороть бедность, а какими методами не сказал. Все как всегда. Ну и вы уловили судь, да, возьмешь кредит, ты уже немалоимущий, есть шесть соток, ты кормишь своего ребенка, чтобы он не сдох от голода, ты не можешь купить еду в супермаркете. Ты немалоимущий, да, вот, недостаточно бедный. Сейчас мы посмотрим какая-то суд арестовал 15 участников, 15 жителей села Чемодановка за массовую драку с убийством одного человека. Массовая драка между цыганами и местным населением вспыхнула 13 июня и по сути она переросла в русско-цыганскую войну в отдельно взятом селе. Пострадали пять человек, один вообще загнулся из-за черепно-мозговой травмы. Село находится в Пентинской области. губернатор Пентинской области отдал приказ замалчивать ситуацию в Чемодановке. Но ситуация мягко говоря вышла у него из-под контроля. Губернатор Белозерцев этот как раз приказ оказался невыполнен вследствие широкого резонанса истории. Даже в федеральном пропагандистском СМИ черпали информацию не из официальных источников а из паблика ВКонтакте из которого следует что конфликт между жителями села и цыганами произошел из-за того что цыгане приставали к дочерям местных жителей. Ну что значит приставали пытались изнасиловать прям в поле за всех цыган в чемодановке попытался держать ответ некто Надежда Димитер предводитель всех цыганских общин России. Она утверждает что ссора между цыганами в чемодановке и местным населением произошла из-за ссоры детей на пруду А селяне сами решили подраться с Румалэ Согласитесь что это даже не продоподобная ложь Это смеху подобно так отвечать Во-первых много ли погромов было в России из-за ссоры детей у реки Ответ ни одного Если дети дрались у реки массовой драки бы не было их бы просто разняли Во-вторых что сельчане к цыганам пришли ни с того ни сего сорвались с цепей Нет продажный губернатор Пензенской области Иван Белозеров призвал воздерживаться пока от выводов и дождаться итогов расследования Однако у меня есть другая информация по поводу ситуации в Чемодановке Она конечно взрывоопасная как для регионов в частности так и для России в целом Ведь Чемодановка это модель любого русского села и любого русского города и всего того что там происходит а значит происходит и у вас сами цыгане начали первыми все громить в Чемодановке они вооруженными группами подчеркиваю вооруженными группами двинулись по селу громя все на своем пути поводом для первой по сути военной атаки цыган на русских сельчан было реальное приставание к 12-летней девочке со стороны цыган после этого инцидента отец чуть ли не изнасилованной девочки пошел разбираться с цыганами с теми кто жаждал молодого трепящегося тела юной русской девицы и тут цыгане приставили к отцу девочке нож и сказали вали по-хорошему а то дальше цитата прирежем все село отец не до конца изнасилованной девочки собрал народный исход всего села где односельчане потребовали его выселение всех цыган из села приехала полиция в село сначала не Росгвард а сначала просто полиция и обнаружила у цыган наркотики причем в промышленных масштабах в их амбарах в их домах и т.д. и т.п. у цыган в чемоданах да да они наркотики то есть у цыган наркотики были забиты до отказа в подвалах из чего можно делать вывод на что цыгане собственно говоря и жили в селе то есть в селе чемодановка цыгане в наглую продавали наркотики в промышленных масштабах это вам не дело Голунова тут не они реально продавали наркоту и вместо того чтобы наказать цыган по всей строгости закона за сбыт и распространение наркоты доблестные продажные менты арестовали отца не до конца изнасилованные цыганами и в чуле полиция уехала арестовали кого не нужно а кого нужно с наркотой отпустили то есть цыган а деньги после этого сельчане вновь пошли поговорить с цыганами чтобы не пристали чтобы те перестали распространять дуль по селу а те в ответ заявили что цитата цыган что сейчас к вам в чемодановку приедут из других регионов и объяснят что вы коренные жители села здесь никто зовут вас никак и вообще дайте нам своих детей для нашего для нашего употребления извращения это Россия и здесь всеми правят те кто владеет наркотиками а не те кто с ними борются потому что те кто с ними борются повязан коррупционными схемами с теми кто распространяет наркотики после этой фразы люди перекрыли трассу дабы не дать цыганам распространять наркоту в соседние села цыгане в ответ фуру жились ножами легким стрелковым оружием ну типа этого как же типа ружьев типа ружьев и пошли на прорыв что дел что дает мне повод говорить что в чемодановке произошел первый вооруженный конфликт современной истории России между цыганами и русскими по крайней мере на моей памяти до массовых убийств дело не дошло ибо приехал ОМОН всех разогнал а тех сельчан кто обратился кто обронялся прошу прощения от цыганской наркомафии и их вооруженных головорезов арестовали и теперь в семье остались одни женщины которые и рассказывают ориенновостям как их мужьян и к их детям цыгане приставали внимание с ножом и с топором чемодановка в огне вся Россия в полном дерьме и особенно обидно что под Россией как раз понимаются ведь не эти многомиллионные города а вот эти вот села в которых как бы и сама суть русского государства на которых все и держится ведь не будет села жрать будет нечего ну исключая конечно химию а там в этих деревнях торгуют наркотики и вот эти вот продажные менты они не то чтобы не будут с распространением наркотики наркотиков а они сами цыганы покрывают ну ладно к продажным ментам мы все привыкли так ведь губернатор тоже в доле от цыган он ведь что написал в инстаграме этот Белозеров этот наркозеров скорее что ситуация под контролем написал в инстаграме ситуация под контролем его и сразу потом люди вышли перекрыли трассу а на место баррикады как бы цыгане выдвинулись со стрелковым внимание оружием если это все нормально то то Путин действительно хороший президент а Россия действительно номер один особенно в экономике в сериале Чернобыль как раз показано все это там весь суть вот этой вот государственной лжи но мы сейчас не о сериале Чернобыль мы сейчас о чемодановке а дальше происходит следующее Роском позор с санкцией коррумпированного генпокурора Чайки блокирует всю правовую информацию о чемодановке по тем пригодам что это все неправда ну да конечно это неправда менты пардон полицейские в России покрывают наркобаронов цыганских конечно неправда такого быть не может сказки а не сказки ложь ложь конечно это все ложь в том то и дело что это не ложь а жестокая правда и особенно то что драка не драка а вооруженный погром в чемодановке произошел не из-за попытки изнасиловать девочку а из-за прямой и явной угрозе жителям села со стороны цыган которые сбивают наркотики ибо погоны тоже в деле а МВД с Росгвардии фактически встали на сторону наркобаронов во всей этой истории так ну и держись держись сего чемодановка русские с вами русские с вами те кто против вообще наркотики те кто за нормальную полицию незапродажную вот те люди в России будут вам убежден оказывать помощь жителям села потому что село это и есть как вам объяснить в общем безопасность села безопасность государства да слов просто нет действительно в город введены ой в город всего введены войска Росгвардии вот как раз их там арестовывают все село арестовали все русское село а цыгане смылись жители села Чемодановка молодцы отстояли свое село но теперь надо дальше надо требовать тех кто тех кто арестовал отпустить если они конечно не румалэ и не бродяги с большой дороги вообще эти цыгане ну это понимаете не только цыгане вообще вот у меня тоже рядом с моим домом там открылся магазин ну как магазин ларек и там действительно тоже цыгане тоже цыгане забывают непонятно что то ли клубнику то ли помидоры иди потом проверь на нитраты и все а тут в чемодановке ведь реально наркотиками цыгане занимались это возмутило очень многих и правильно а суд да и полиция встали на их на сторону цыган вообще конечно если вы попадете в такую ситуацию то вы если не владеете приемами рукопашного боя то за попытку изнасилования вашей дочери вы должны конечно жестко наказывать безусловно надо было сельчан конечно вооружать вот жалко что сельчане чемодановки не были сами вооружены хотя тогда действительно были бы реальные даже военные уже так сказать боевые действия в селе держись чемодановка русские люди с тобой ну и те кавказцы которые тоже против наркоты птичка полетела к вам совместный доклад издания Billingcat и международной следственной группы состоялся 19 июня за день до прямой линии с косым президентом чтобы успел оправдаться в докладе Billingcat и международных следаков установлены все личности причастные к сбитию Боинга MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года некоторые из них транспортировали сам зенитно-ракетный комплекс с преступным умыслом это Сергей Дубинский он же Хмурый на тот момент действующий офицер военной разведки России и он же на тот момент на 2014 год вот так совпадение действующий офицер разведки Элдена лет у него в подчинении были Игорь Безлер и Николай Кузицы которые создались в том что именно они трепались по телефону о сбитом Боинге во время собственно говоря сбития Боинга вот фрагменты их диалога да слушаю буря алло да а куда нам грузить эту красавицу бук М1 которую эту да да что я привез я уже в Донецке ты о чем о том что я думаю я да м которая да м п м да да бук вот из этого разговора аналитики СБУ и ЦРУ пришли к выводу что военная разведка России обеспечила поставку установки бук сбивший малайзийский самолет в небе над Донбассом с гражданами Голландии сопровождали представителей ГРУ РФ с буком отряд ЛДНР Восток который по приказу из Москвы спрятал черные ящики самописцы самолета МИ-17 после крушения а точнее их закопал лидер отряда ЛДНР Восток Безлер лично показывал ГРУшникам куда конкретно на какую точку и высоту ставить бук для сбития гражданского самолета по приказу лютой Московии теперь более конкретно по персонали Игорь Гиркин Стрелков спустя сутки после транспортировки участвовал в переговорах с Сергеем Дубинским и был полностью осветомлен о поставке Буков из России тесно сотрудничал с Пулатовым и Харченко которые обеспечивали охрану Бука около места пуска ракеты по гражданскому лайнеру Олег Иванов офицер российского ГРУ координировал так это Дубинский так ага вот наверное Олег Иванов до них еще не дошло Олег Иванников офицер разведки ГРУ курировал транспортировку Бука со стороны России вот да вот сейчас Сергей так дальше по стрелку вот Сергей Дубинский вот он красавец офицер военной разведки России именно ему принадлежала идея использовать Бук в войне с Украиной материал этот тем чтобы прикрыть наземные российские войска к югу от украинского поселка Снежное дал приказ о сбитии Буэнка думают что это самолет ВСУ Олег Пулатов он же Гюрза он же Халиф охранял российский Бук в Украине Леонид Харченко он же Крот осуществлял транспортировку Бука то есть был за рулем этой самой махины от Донецка до места пуска ракеты и от места пуска ракеты до места постоянной дислокации Бука в России Эдуард Гелазов он же Рязань наряду с Пулатовым охранял Бук во время пуска ракет Олег Шарапов он же Змей обеспечивал связь экипажа Бука очевидно с Донецкой и Московью Игорь Безлер обеспечивал военный контроль ЛДНР над тем районом куда и совершал марш-бросок Бук М1 из России Сергей Повыляев он же Боцман заместитель Бестлера после сбития Буком MH17 непосредственно сам сбил из того же Бука украинскую Сушку самолет Су-25 Валерий Стельмах Валерий Стельмах он же наемник он же батя и именно он по радарам Бука принял MH17 за военный самолет и доложил об этом Бестлеру а тут доложил Дубинскому что послужило поводом команды пуск ракеты Иван украинец он же минер участвовал в переговорах между военными непосредственно военными ЛДНР и российскими ГРУшниками Александр Ходановский он же Скиф спрятал вещдоки причастности России к вооруженному конфликту на Донбассе в целом и предчастности и спрятал доказательства причастности российского руководства к сбитию гражданского воинга Олег Семенов он же сам вместе с Дубинским осуществлял планирование военной операции России под Малинкой вместе с тем самым ГУКом всех этих людей пусть заочно но начнут судить с 9 марта 2020 2020 года чтобы Нидерланды я не говорю о том чтобы Нидерланды как член НАТО начали военную операцию на Донбассе против них и в целом против России достаточно будет отстранения государства агрессора России от Евро 2020 года и от Олимпиады того же года но мы с вами прекрасны и знаем что этого не будет а если будет то это в ограниченном количестве так что когда вам говорят что вот это сами люди Донбасса взяли оружие в руки и пошли там на штурм грамить украинские воинские частя захватывать административные здания в Донецке ну по ошибке действительно по ошибке сбили Боинг не верьте в Донбассе не то что наемники России в Донбассе действующие офицеры российские военные разведки которые и воюют против Украины а никакие не ополченцы Донбасса Путин а хорошо идем хорошо идем есть еще 20 минут теперь теперь святое дело прямая косая линия Путина главные заявления Глубнюка России всего был задан 81 вопрос кстати именно в 81 году умер Брежнев эпоху застоя в первую очередь застоя в умах мы наблюдаем и сейчас и особенно застой в уме президента но тут правда наконец-то Путину стало стыдно за то что он потерял записку от пенсионерки которая в слезах стоя на коленях перед царем батюшкой умоляла выпустить сына из тюрьмы Путин правда не сказал помиловал ли он сына той пенсионерки или нет и что вообще с ним стало как и с этой старухой вполне возможно что Путин и забыл но собственно он говорил что он забыл про эту записку а этот самый внук пенсионерки которая как бы сказать молилась перед царем за него тут скорее всего возможно сдох в нечеловеческих условиях в тюрьме ибо у нас тюрьмы служат не для исправления виновных а для пыток и обыделения населения так даже если за там он заявил про то что чиновников должны роботы менять даже если заменить чиновников на роботов то все равно кто-то их будет прокормировать вот только боюсь ситуация наоборот сейчас уже сейчас чиновники это и есть бездушные роботы а мы не умеем а точнее не можем их правильно запрограммировать во благо России а если кто-то может то ему подкидывают наркотики как в деле с Голуновым и обвиняют в шпионаже в пользу запада главная проблема России это рост производительности труда Путин почему-то мне кажется что главная проблема России это свое собственное производство чипов операционных систем в общем своей электроники для гражданского населения которой нет попытки ее создать есть например создали операционную систему Аврора вроде бы неплохо но почему-то за сутки до прямой линии приходит сообщение что АЭС Аврора акции ее на фондовых биржах упали фирма которая производит АЭС Аврора для смартфонов почему потому что у нас не разрабатывают смартфоны дешевые и качественные у нас зарабатывают на якобы делание таких систем то есть на откат может потому что действительно как выразился Путин лень это нормальное состояние человека и нужно начать работать но начать то все не получается прямая линия это шоу спецслужб Путин говорит что нет они прямой линии никакого даже не имеют однако сам Путин главный герой этой прямой линии где работал до президентских до президентов своего до знакомства Собчаком в службе внешней разведки и где ФСБ то есть главный герой побывал даже даже побывал возглавлял две спецслужбы России главный герой прямой линии и главный герой прямой линии заявляет что никакого отношения спецслужбы России к прямой линии не имеют ну да конечно конечно да а то что Нарышкин там за сутки как раз сделал заявление что Америка все таки пытается вмешаться в наше вот это вот оборудование для атомных электростанций и для ГЭСов это что это не давление разведки на Путина во время ну перед прямой линией и что это тогда конечно же но я не говорю что чекисты прямо заказали прямую линию но как бы прямая линия и это одна из так сказать годичных операций спецслужб России направленных на оболванивание населения с одной стороны и с другой стороны на снижение роста числа протестующих почему потому что недаром прямую линию перенесли как раз таки на лето потому что ну как как тут это самое противостоять против власти когда солнышко плюс 3 лучше на пляж отправиться а то как пришел с пляжа Путин сказал что все будет хорошо солнышко светит почему не хорошо только осенью хала а так нормально все так что грамотно действуют конечно же российские спецслужбы безусловно но называть то что прямая линия это не их спецоперация это смеху тому подобное ибо главный герой сам выходец из таких спецслужб так дальше Путин заявил на прямой линии чтобы стать Грудинным премьер-министром надо ему вывести деньги из-за обшоров все логично казалось бы действительно надо Грудинным вывести свои деньги из-за обшоров но тут возникает другой вопрос а почему мы должны избавляться от старого премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева а кто принимал решение о его повторном назначении благодаря которому сейчас люди жажут чтобы премьером назначили Грудинина почему Медведев не справился своими прямыми обязанностями на этот вопрос у Путина нет ответа потому что ему стыдно и правильно мы сокращаем расходы на оборону с одной стороны нет такого вооружения как у нас а с другой стороны что мы там чуть ли Путин сказал чуть ли не седьмые в рейтинге расходов на оборону мы то седьмые но нас то МВП то меньше в пропорциональном извлечении мы таким больше на оборону чем все остальные страны Америка тратит только 3% от ВВП на оружие на свои пушки а мы тратим 70% от своего ВВП да действительно и главное ведь что тратим непонятно куда ибо в обычных войсках в обычных воинчастях БТР и БМД 60-х годов выпуска туалетов в казармах сами знаете какие дырка в палу вот и весь унитаз для солдат да есть современные воинские части конечно же в современном оружии но как правило они находятся в Подмосковье тоже понятно для кого ну и в центральном военном округе если уж быть точнее и они понятно для кого для генеральских и чиновничьих ссылков которым армия нужна как ступенька для своей карьеры потому что у них есть деньги финансы и возможности то что нет у простого россиянина Путин о возможности внедрения США в энергетику России мы должны на это реагировать и понимать о чем идет речь мы должны думать как себя обезопасить от кибератак кибератаки это полдела у америкосов есть такая пушка что-то типа большой СВ печи на колесах направляя ее на объект они могут вырубать его дистанционно а у нас такого не только нет но у нас даже кибервоист как элемента нет у нас есть тролли пригожина которые кидают там всякие страйки на канал вскручивают там дизлайки накручивают лайки но так чтобы вот действительно влезть например в сеть Пентагона такого к сожалению уровня у нас нет тут вы спустите а как же мы тогда вмешались в выборы США в пользу Дональда Трампа ответ а кто сказал что только мы может быть китайцы а зачем нужен был Трамп Трамп Китаю знаете зачем чтобы вести такую игру мол типа война с Китаем идет у США а на самом деле Китай в это время поглощает российские леса и российскую землю потому что доблестные разгвартийцы скручивают села чемодановки которые бузят из-за того что цыгане привезли к ним наркотики и насилуют их девочек круг замкнулся дальше идем что сказал Путин не время сейчас Путину встречаться с Трампом видите ли есть много ограничений под ограничениями Путин понимает крайне эффективную политику США против России и чтобы не быть жалким вот и не встречается с Трампом Путин четко обосновал что понимается под законом об оскорблении власти это глумление над флагом гербом и гимном страны но применяется этот закон не против того кто например сжег российский флаг а против тех людей которые назвали чиновниками нехорошими словами закон об оскорблении власти работает не так как Путин думает или хочет думать о Зеленском Путин сказал что он толковый человек а Путин его помнит по КВН двухтысячных спасибо что напомнил что там сейчас с КВН вот самая распространенная фраза про теперешний КВН КВН уже не тот это остроумных шуток КВН остался КВН скатился до лизоблюдства Маслякову и Путину Путин сказал что не надо регулировать наркотик наркотики но чтобы не было таких случаев как с Голуновым в системе собственной безопасности МВТ надо создать отдельное направление и ФСБ не мешало бы этим заняться и мы с вами прекрасно знаем кому ФСБ не мешало бы этим заняться Дорофееву и Мадуеву генералам ФСБ которые имеют недвижимость в Словакии и которые заказали у МВДшников уголовное дело против Ивана Голунова за то что тот вышел на их след и на их недвижимость в странах не просто Запада а в стране в стране НАТО а то действительно хватит уже всем наркоту подбрасывать о полезных за экономические преступления Путин сказал что от него убегают преступники не потому это потому что Путин через своих дружков олигархов бизнесменов ралдугинов вывозит в скрипках многомиллионные доллары и и рубли и ценные драгметаллы а потом прячут их на кипрских офшорах и на карибских об экономистах 90-х годов Путин сказал что их нет где они сейчас раз только что Кудин остался действительно где сейчас экономисты либо застрелены около красной площади как немцов либо сбежали за границу как Ходорковский либо как Калви сидит в тюрьме и помалкивает Путин меня Путин его цепляет уровень доходов руководителей госкомпании но там много иностранцев и если доход мы упустим им то дефицит будет кадров Володя ну ты президент ты должен обеспечить работу всех российских компаний в России а не только государственных но и частных а если даже у тебя в государственных компаниях дефицит кадров и ты вынужден кадры удерживать длинным рублем то грош тебе цена копейка такому президенту Путин заявил что никаких примирений с западом быть не может значит будет новая разрушительная война с Россией в которой опять подохнут миллионы людей она уже набирает наоборот в Сирии в Украине в Венесуэле мы даже уже в Африку залезли в чат если не ошибаюсь помогаем местному диктатору остановись Володя ты что хочешь чтобы вот эти которые там было что там то ли 100 миллиардов населения Российской империи что-то такое и от них сейчас современная Россия осталось 35 миллионов ты хочешь чтобы от население России осталось 5 миллионов а 10 тысяч тогда это уже будет не Россия а российская провинция в составе Китая тем более у Путина как раз с Един Пинем хорошее отношение и Китай ставится в пример правда вырубает Китай леса на нашей территории но на это Путин закрывает глаза на прямой линии и вообще я слушал прямую линию по радио я не смотрел по ТВ потому как мне это уже надоело уже из года в год одно и то же слушать ну и так вот значит прямая линия под таким соусом происходила граждане вот у нас есть такие 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 проблемы Путин а вы знаете что я сделал за 20 лет то-то 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 но ведь есть проблема но я сделал вот что а почему не работают чиновники виноваты конечно я сам не причел я на благо России мне не надоест быть президентом ну и что что я там высказывался за демократическую модель в начале двухтысячных мне насрать главное я хочу быть президентом тире диктатором и буду а вы граждане терпите меня и терпите меня дальше как вы терпите всех этих пушковых змеиналовых и других личностей а на самом деле абсолютно тварей у которых правда поставлена хорошая речь не то что как у меня ну что есть еще у нас три минутки в самаре короче тоже записали видео прощения к путину сотрудники продавцы рынка на одном из перекрестков города их рынок хотят снести ну чтобы торговые центры прям не знаю стали даже не торговыми центрами а торговыми улицами в моем городе а чтобы частных мелких лавочников их прям под корень и что попало ли это видеообращение в прямую линию нет и таких видеообращений сотни и сотни увы придется констатировать что из года в год ничего вообще не меняется ну и по поводу ущербной логики так называемых патриотов да я же на стороне либералов так вот они значит на полном серьезе заявили что Голунову наркотики подсунули не генералы ФСБ не генералы МВД а сама а сами либералы а потом вызвали полицию с целью очернить генерала у меня возникает вопрос даже если так а генералы вот эти МВД которых убрали со службы они что не видели что они что Голунову наркотики подсунули они не видели и продолжали держать его в тюрьме до тех пор пока народ окончательно не понял что Голунову подбросили наркотики не свои либералы а власть МВД и ФСБ и вышли на многотысячные акции протеста но рад что его освободили как впрочем и Олега если не ошибаюсь Титеева правозащитника из Грозного который раскрывает глаза кадыровцев на их преступления и конечно за это он пострадал у него в багажнике нашли наркотики ну как в фильмах когда как раз хотят арестовать невиновного человека и подкидывают наркотики и вот кадыровцы подкинули ему наркотики и он полгода в отличие от Голунова был вынужден реально сидеть в реальной тюрьме но и его тоже выпустили и это хорошо власть очищается только это происходит перед прямой линией президента чтобы оберить нашего любимого диктатора а в другие дни это не происходит увы спасибо за внимание пока